Введение в отладку с нуля, используя Оли Дебаг. Глава 57. Unpack.me.c Мы продолжаем изучение экскриптора на основе Unpack.me.c Unpack.me.c похож на Unpack.me.b. При запуске он сообщит нам, что интервизует действие регистров с Мониторс и Файл Мониторс. Давайте посмотрим. Вот, фил регистр, Файл Мониторс Энэйбл. Поскольку он не использовал Мониторинг Файлов или Реестра, достаточно выполнить те же действия, что и в Unpack.me.b. Инструкция, где появляется адрес API, на ее машине, находится здесь. Давайте придем к ней. Запускаем парча D4. Открываем Unpack.me.c. Здесь очищаем точку основа. Проверяем, что все запускается. Делаем рестарт. Значит, снова ее удаляем. Заходим в память и ставим тут Set Break on Execute. Нажимаем F9. Все, мы на ренай точке ухода. Теперь нам нужно здесь удалить. Remove Break on Execute. Делаем Dump. Лагин. Поле Dump. Dump Debugging Process. Rebuild Imports снимаем. Dump. Называем C с подчеркиванием. Сохранить. Берем наш первый элемент 400 ADC. Переходим туда. 360 ADC. Нажимаем Breakpoint. Memory on Write. На запись. Вот этот элемент. Теперь мы можем запустить трассировку. Трассировка. Будем записывать файл под названием C. Открыть. Здесь у нас все так же. Самый большой размер файла. Эти галочки все. Смотрим, что никаких условий не установлено. Ну и нажимаем Tracing Tone. Смотрим. Видим, что здесь. Я нажимаю. Идет обновление. Пока сколько команд выполнилось. Инструкции. Нам нужно примерно 300 тысяч. Поэтому ставлю на паузу. Чтобы было быстрее. Вот сработала у нас точка сно. 360 ADC. Закрываем наш файл. Close.Log файл. Идем. Смотрим на него. Файл под именем C. Самый вниз спускаемся. Значит, нас интересует адрес. 486.DFA. Смотрим. Есть у нас такой. Вот. 486.DFA. След на адрес, где мы должны поместить. HBP onExecute. И соответственно, изменить скрипт. Равен 486.DFA. Потому что. Выше находится наша. Инструкция, которая. Записывает. По адресу. 460 ADC. Нужный адрес. Теперь нам нужно запустить скрипт. Перезагружаем. Тут все как обычно. Удаляем. Тут выставляем. Нажимаем F9. Теперь. Тут память удаляем. Прямо отсюда можем запустить скрипт. Скрипт. Окно скриптов. Морозим скрипт под номером 13C. Вот так он выглядит. Давайте его запустим. Нажимаем пробел. Видим, что он начинает работать. Медленно исполняется. Поэтому поставлю на паузу. Вот скрипт отработал. Теперь запускаем. импорт реконструктор. Открываем наш процесс. Нашим пакми. Здесь пишем. 27.1.0. Как обычно. Нажимаем искать. Нажимаем get import. Видим, что у нас здесь все есть. Значит можем. Нить наш dump. Fix dump. Вот создался новый файл. Сис двумя подчеркненьями. Потормажет даже проход по файлосистеме, когда видео пишу. Значит у нас есть оригинальный, запакованный, сдампленный и починенный файл. Допустим, закрываем это все. Все наши программы. Видим, что C работает. Этот не будет работать. И смотрим. Наш подчиненный. Все работает. Не нужно забывать снимать break on execute, пишет автор после прибытия в ОВП посредством молли-бон. Расстанавливать ненужные потоки и помещать HE on the V terminate process, после чего скрипт отремонтирует таблицу. Можно будет сделать дамп и использовать имплот реконструктор аналогичным пафми B. Что мы сделали?